Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня я хочу продолжить цикл передач «Строим дом шаг за шагом» и рассказать вам о том, как создается планировка дома. Размеры комнат мы определяли в предыдущем видео, которое вы можете посмотреть здесь. Сегодня мы эти комнаты соберем в один план или планы этажей, и вы узнаете о том, как это делается так, чтобы дом получился максимально рациональным и удобным. Вот размеры помещений, на которые мы будем ориентироваться. Как мы их определили, можете посмотреть в предыдущем видео. А сейчас приступим к нашим планам. Все чертежи мы выполняем в программе Автокад. Сейчас я нарисую наши комнаты в масштабе один к одному, и потом буду их компоновать в планировку дома и рассказывать, по каким критериям я это делаю. Напомним площадью комнат в нашем доме. Тамбур у нас 3 метра квадратных, спальня для родителей 11 метров квадратных, две детские по 9 метров квадратных, кабинет 10 метров квадратных, гостиная 25 метров квадратных, кухня 16 метров квадратных, предположительный коридор 6 метров квадратных, гардероб 4 метра квадратных, теплопункт или котельная 6 метров квадратных гараж на два автомобиля 32 метра квадратных лестница 4 квадратных метра и два санузла по 6 метров квадратных сейчас я нарисую один санузел маленькие как туалет и один санузел побольше площадью 6 метров квадратных комнаты у нас готовы теперь распределим их по этажам в предыдущем видео мы определили что хотим дом двухэтажный поэтому какая-то часть комнаты у нас будет на первом этаже какая-то на втором сейчас предварительно их так и расположим на первом этаже находится кухня гостиная тамбур котельная лестница на второй этаж спальня родителей которые мы располагаем на первом этаже с той точки зрения что людям в возрасте иногда бывает очень сложно подниматься на второй этаж а дом мы строим не на один год поэтому предусматриваем разные ситуации и одна комната жилая должна быть на первом этаже также на первом этаже располагается гардероб на втором этаже располагаются две детские по 9 метров квадратных кабинет 10 метров квадратных ванная комната 6 метров квадратных и еще одна гардеробная как мы видим на плане даже условно площадь первого этажа у нас уже получается больше чем площадь панове комнаты в планировку дома мы учитываем расположение по сторонам света тамбур мы располагаем на севере это помещение является буфером между холодным воздухом и теплыми помещениями рядом с тамбуром располагается большая котельная размеры котельной в вашем случае могут быть уменьшены если вы не планируете использовать громоздкое оборудование как тепловые насосы твердотопливные котлы гелиосистемы и так далее рядом с котельной расположим ванную комнату и кухню кухня удобно располагается рядом с тамбуром то есть человек зашел в дом и сразу может занести вещи и продукты в кухню также кухня у нас располагается на северной стороне так это самое теплое помещение в доме и летом часто в этом помещении возникает перегрев постараемся от него избавиться расположив кухню на севере рядом с ванной комнатой расположим родительскую спальню теперь по логике желательно расположить гостиную рядом с кухней но нам нужно где-то расположить лестницу на второй этаж и гардеробную попробуем поменять планировку может получится расположить лестницу в середине дома нет все-таки место лестницы возле наружной стены попробуем поменять расположение комнат лестницу вроде уместили но получили длинный нефункциональный коридор попробуем от него избавиться пока получается не очень попробуем перенести кухню на юго-западную сторону дома а возле тамбура поместить ванную комнату котельную и спальню вроде бы так получается компактнее разместим за лестницей гардеробную гардеробная будет из спальни родителей возле тамбура получается шкаф для верхней одежды такая планировка может нас устроить площадь первого этажа получилось восемьдесят девять и девять десятых метра квадрата но хотелось бы сделать ее более компактной поэтому перенесем спальню с первого этажа на второй а кабинет перенесем на первый также уменьшим размеры котельной сдвинем тамбур и уберем гардеробную с первого этажа ограничимся шкафом купе в прихожей и шкафом кабинете для одежды все гардеробные будут располагаться на втором этаже таким образом первый этаж у нас получился площадью 76 и 35 метров квадратных габариты внутренние дома 8,6 метра на 8 центральная стена ориентировочно будет проходить возле лестницы и гостиной и возле кухни и ванной комнаты поэтому пролеты будут 4,2 и 4,7 метра что достаточно нормально для современных перекрытий как деревянных так и железобетонных можно попробовать сделать еще более компактный вариант поменяв местами кабинет и кухню и переместив лестницу на второй этаж в гостиную на самом деле сильно в размерах мы не выиграли но сделали еще один вариант планировки для рассмотрения теперь на основании планов первых этажей сделаем планировки вторых этажей привязку комнат второго этажа будем делать по внешним габаритам дома и по месту расположения лестницы лестница во втором варианте будет вытянута и проходить до центра дома там будет располагаться коридор после этого начинаем размещать детские спальню гардеробные и ванную комнату что в итоге получается а получается то что площадь второго этажа в двухэтажном доме у нас избыточная и нам приходится увеличивать комнаты сверх того что вы планировали что соответственно влияет на стоимость строительства поэтому часто вторые этажи делают мансардами просто потому что больше не нужно а совмещение кровли и площади второго этажа позволяет уменьшить отапливаемый объем снижает расходы на стройматериалы и также рационально влияет на стоимость строительства поэтому второй вариант планировки можно использовать как вариант для мансардного дома в двухэтажном доме площадь второго этажа получилась 77 2 метра квадратных а в варианте с мансардной кровлей 45 и 8 если нам требуется гараж то он может быть не привязан к несущим конструкциям дома может быть отдельно стоящим может быть пристроен к дому с любой стороны площадь гаража 32 метра квадратных и на эту площадь увеличивается каждый вариант дома для интереса попробуем сделать вариант одноэтажной планировки такого дома со всеми помещениями и посмотрим что из этого получится для этого оставим расположение кухни и гостиной на юге а все помещения со второго этажа перенесем на первый площадь помещений такого дома будет 116 метров квадратных как мы видим мы неплохо сэкономили но размещение дома не совсем рациональное попробуем внести коррективы повернем дом кухней на север а спальнями на юг и можно пристроить в передней части дома гараж но тогда мы потеряем окно в ванной комнате поэтому постараемся гараж расположить сбоку от дома и за гараж перенести котельную сделаем дом немного компактнее перенесем тамбур на северную часть дома площадь одноэтажного дома с гаражом получилось 149 метров квадратных что сравнимо с площадью двухэтажного дома без гаража теперь на основании своего опыта расчета смет на строительство домов хочу подсказать вам сколько может стоить коробка каждого варианта из этих домов стоимость коробки двухэтажного дома фундаменты стены крыши перекрытия возможно окна и кровельное покрытие стоит 46 тысяч долларов коробка мансардного дома такой площади приблизительно 36 половиной тысяч долларов если вы думаете что вы сильно сэкономите если будете строить самостоятельно то это не так зазор прораба достигает обычно максимум 10 процентов если все работы будете выполнять самостоятельно и не привлекать рабочих то сэкономить вы можете около 30 процентов от этой стоимости все остальное стоимость материалов одноэтажный дом дороже ведь площадь фундаментов и площадь кровли в нем больше поэтому стоимость коробки дома одноэтажного площадью 116 метров квадратных будет ориентировочно около 42 тысяч долларов большой одноэтажный дом площадью 149 метров с гаражом на две машины будет стоить около 54 тысяч долларов забыл показать это на плане но габариты такого дома будут 9 и 7 метра на 18 что нужно учитывать при выборе участка как выбрать участок и как рационально разместить дом на участке я расскажу вам в следующем видео если мы хотим иметь дом с гаражом на две машины то каждой стоимости следует добавить минимум 7200 долларов на гараж нужен ли вам гараж за эту стоимость решать вам и того двухэтажный дом с гаражом будет стоить 53 тысячи 200 долларов что сравнимо с одноэтажным домом с гаражом но использование площади в одноэтажном доме в этом случае будет лучше поэтому всем мы советуем если есть возможность и позволяет участок строите одноэтажные дома они удобнее в эксплуатации если стоит задача сэкономить бюджет то рассматривайте рациональные мансардные дома и отказывайтесь от всех излишеств типа гаражей навесов сараев и всего остального эти вещи можно построить из легких конструкций и не тратит на них много денег вот так друзья если вам было полезно это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал здесь если вам интересно еще видео из серии строим дом шаг за шагом заходите сюда на этот плейлист и до встречи в следующих видео пока пока